Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Mining Simulator 2. Для этого нам, как всегда, потребуется сам чит и естественный скрипт. Получить их можно очень просто на моем сайте. Кто не знал, у меня уже неделю назад появился сайт. Здесь можно получить любой скрипт для любого режима и также установить чит, который здесь есть. Это Splash и Star. То есть нужно перейти во вкладку Exploits и вот находится на первом месте Star, на втором по счету Splash. То есть какой вам больше нравится, тот вы и скачиваете. Сразу скажу то, что Splash с ключом, то есть чтобы его запускать, вам потребуется сначала получить ключ, а потом уже играть вместе с этим читом. А Star без ключа. Так, ладно, значит переходим обратно. Также здесь, кстати, я забыл сказать, недавно появилась темная тема. Вы можете сделать ее либо белой, либо темной. Также появилась здесь реклама. Убедительная просьба, кому не лень. И кто может, на любую из этих реклам просто нажмите один раз и закройте. Это сделано для того, чтобы сайт работал, функционировал, выходили обновления и для всего прочего. Потому что, как вы знаете, это, естественно, все не бесплатно. Я делаю, в принципе, все очень просто и легко для вас, чтобы вы получали скрипт и сам чит. Ну, взамен, я думаю, вы мне поможете поддерживать и обновлять сайт. Так, ладно, значит, в поиске пишем Mining Simulator 2. Нажимаем поиск. Здесь получается... Сколько у нас скриптов есть? Ага, всего лишь 4 скрипта. Ну, окей. Если что, потом добавим больше. Короче, и буду скачивать, показывать сегодня второй по счету скрипт. Нажимаем на него, на кнопочку скончать. 367 скачиваний у него. Далее, еще раз кнопочку скачать. И просто копируем вот этот скрипт. Как видите, получается все очень просто и легко. Далее, переходим в игру. Открываем чит. Вставляем у него скрипт. Далее, нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока мы с вами заинжектимся. Скрипт, если что, работает на DLL от VeroDevs. Также, смотрите, у меня сейчас появилось вот это окошко пустое. И оно не пропадает. Что в этом случае нужно делать? Нужно не вестись на нижнюю панель задач, где находится иконка Роблокса. Навестись на нее и через крестик вот это окошко закрыть. Все, далее еще раз нажимаем Inject. И со второго раза всегда получается заинжектиться. Ждем немножко. И как видите, получилось. Отлично. Далее, нажимаем кнопочку Xcode. И ждем, пока закрутится скрипт. Все, отлично. Вот он появился. Немножко пришлось подождать. В принципе, функций здесь довольно много. Давайте по-быстренькому все покажу. Если у меня получится. Давайте начнем, в принципе, с автофарма здесь, который есть. Включаем Блок Аура и смотрим, как будет фармиться. Так, возможно, мне нужно упасть вот сюда и будет лучше фармиться. Вот, все. Как видите, фарм пошел. Конечно, не быстро, но он идет. Вот сейчас быстрее пошел. Блок Аура это, короче, фарм, который собирает определенный радиус блоков. То есть, 3х3 он собирает вот эти вот блоки, вот на каком я стою сейчас, посередине. И он вокруг меня, грубо говоря, строит квадрат и собирает вот эти блоки, которые подо мной есть. В принципе, с этим все понятно, я думаю. Можно выключать. Мультимод давайте включим. Проверим, что это такое. Ну, мультимод, как видите, это тоже крутой фарм. Фармится намного быстрее, но собирает уже не 3х3, а просто рандомные блоки, которые находятся рядом с вами. И фарм идет намного быстрее. Так, это можно выключить. В принципе, тоже показал. Фарм Орс. Здесь получается в названиях мы выбираем руду, которая нам нужна. Допустим, выберем в мире спавна. Самую сильную руду это хромит. И включаем функцию фарм Орс. И смотрим, что сейчас будет происходить. Как видите, меня тпхает на руду. Немного начинает лагать. Также можно убрать эти лаги. Допустим, если у вас слабый компьютер, очень слабый. Выключаем, значит, эту функцию. Так, сейчас куда-то падаю. Давайте тпхнемся наверх. Значит, в настройках можно указать, сколько блоков в одну секунду будет проверять скрипт. Чем меньше вы блоков поставите, тем меньше у вас лагов, естественно, будет. Давайте я поставлю 1000. В принципе, нормальное количество. Включаем еще раз эту функцию. И, как видите, сейчас уже не лагает, когда тпхусь на руду. И она собирается. Также давайте в инвентаре я ее покажу вам. Вот, как видите, она сейчас прибавится, когда соберется. Вот, было 25, стало 30. Как видите, это работает. Все, в принципе, можно выключать. Руду тоже можно продать. Так, не выключил. Все, теперь выключил. Отлично. Продаем руду. А далее в настройках radius for aura. Это получается radius pharma, блок ауры и interval for aura. Получается, можно интервал больше сделать у блок ауры. То есть, как вам больше нравится, можете тестировать и ставить. А идем дальше. Автосел. Basic автосел. Это получается обычный, скорее всего, селл, который находится в спауне на начальной локации. Если не ошибаюсь. Лимит это автоселл. Не знаю, что это точно такое. Короче, тоже селл какой-то, но почему-то написано то, что лимитированный. Ну ладно. В принципе, не суть. Селл почти все одинаковые. Так что разницы, на каком селе продавать, нет. Бэкпак лимит. Это получается, здесь нужно написать количество, которое вы хотите продавать. Вот, допустим, у меня в инвентаре помещается 19 миллионов 600 тысяч блоков. Я, допустим, могу указать здесь 1 миллион. Нажать на кнопочку enter и все. Короче, как у меня только 1 миллион блоков нафармится, у меня сразу это продастся. И потом опять начнет этот миллион фармить. Идем дальше. Коллект. Автоколлект чест. Это сундуки, которые спавнятся в шахтах. Допустим, давайте выберем легендарный и включим. Если сейчас легендарный сундук есть на карте, он соберется. Конечно, это быстро не происходит. Нужно подождать. Да, легендарный сундук на карте есть. Ну, примерно в раз в 30 секунд вы будете собирать сундук, если он есть на карте. Также возможно такое, что легендарных сундуков просто на карте не будет. Естественно, он у вас их собрать не сможет. Но эпических всегда довольно много на карте. Также здесь, помимо легендарного, вроде бы можно сразу указать и эпический. А нет, здесь только один можно выбрать. Понял. Ну ладно, в принципе, вы поняли, как это фармить. Тут ничего сложного нет. Так, давайте подождем, когда он тапэкнется. Не знаю, тапэкнется вообще или нет. Может быть, я что-то немножечко сломал. Такое тоже бывает. Ну все, отлично. Также есть автопокупка реберсов. Автопокупка кирки, которые вы копаете. Автопокупка бэкпаков. В принципе, это показывать не буду. Это вы все знаете, я думаю. Идем дальше. Коробка. Это открытие коробок. Interval for open. Это получается скорость открытия коробок. Давайте вам, в принципе, покажу. Допустим, у меня есть экзотик коробки. 331 штука. Сразу говорю, что после этого у вас, естественно, будет лагать. Так что много не советую открывать. И если много открываете, то лучше перезаходить на другой сервер. Выбираем название. Получается, экзотик коробка. Далее интервал ставим, допустим, на 1 секунду. На 1 не получается поставить. Давайте на 1 секунду и 2 миллисекунды. Включаем. И смотрим, что будет происходить. И, как видите, каждую секунду открывается коробка. Можно это сделать побыстрее. Можно интервал полностью на 0 сделать. Я вам сейчас покажу, как это работает. Вот, как видите. Все сразу отключаем. Как видите, начинает постепенно лагать. Но я еще много не открыл. Так что лагов особо сильных нет. Советую все-таки, наверное, интервал ставить хотя бы 30 миллисекунд, 20 миллисекунд. Чтобы более-менее нормально без лагов у вас все открывалось. Так, идем дальше. Пэттен. Автооткрытие получается яйца. Давайте сейчас это, в принципе, проверим. Скины давайте сейчас я все получу быстренько. Получается, 40 коробок я успел открыть буквально за секунд 10. Допустим, мы выберем Basic яйцо. Включаем Auto Open. Enable. И, как видите, это работает. Также яйцо, вроде бы как, открывается с далекого расстояния. Нет. Значит, оно не открывается. То есть, у вас тп ходит к яйцу, оно начинает открываться. Сразу скажу то, что тройное открытие, оно работает только если у вас есть геймпасс. Включаем эту же функцию, только с тройным открытием. Как видите, у меня работает, потому что у меня есть геймпасс. Так, все, идем дальше. AutoForge, это получается, мы можем делать shiny пэтов автоматически. Вот, допустим, у меня есть какая-то лего, 4 штуки. Давайте посмотрим. Да, это лего. Значит, в настройках, получается, выбираем легендарную и включаем эту функцию. Как видите, у меня сделался легендарный питомец, shiny. Сразу мне дали награду за индекс. Можно ее, в принципе, сейчас собрать. Все, отлично. И смотрим. Как видите, у меня сделался the overseer shiny. И получается, коры тоже у меня сделался shiny. Остальных легендарный питомец у меня не было, потому что они делаются из четырех обычных. Видите, сделалось только вот два пэта, которых было по 4 штуки. Webhook, это, короче, такая штука. Вы создаете, грубо говоря, свой сервер. На том сервере вы его настраиваете. Идете открывать яйца. И когда вам падает хороший питомец, к вам на сервер приходит, получается, оповещение от Webhook. То, что выпал там какой-то определенный питомец. Вы просто сразу моментом заходите и смотрите. Ну, в принципе, штука такая себе, я считаю. Особо пользы от нее нет. Выгоднее просто, допустим, включить автофарм и потом в чате посмотреть, какой пэта вам выпал. Вот. Ну, типа, используйте по вашему желанию, как вам нравится. Давайте зайдем в Озер. Здесь что у нас? Получается, можно открыть все локации. Давайте попробуем это сделать. Как видите, телепорт работает, все отлично. Локации у меня, в принципе, и так открыты. И помимо, получается, локации на спавне, он еще тпхается во второй мир космический. И здесь тоже все локации открывает. А коллег чес, получается, можно собрать все сундуки. Давайте это, в принципе, сделаем. Так, давайте пэтов самых лучших одену. Смотрим, как это будет происходить. Сейчас я куда-то лечу. Не знаю, куда. Так, и в итоге соберется или нет? По идее, должен собраться. Возможно, то, что у меня зависло. Потому что я до этого много функций проверил. Но нет, как видите, не зависло. Но сундуки не собираются. А, нет, вот это собрался с гемами сундук. С монетами, значит, получается, тоже собрался. Просто не было заметно, как он собирался. А также есть функция автолоадорфс на первом мире и на втором мире. В принципе, можете нажать на эту кнопочку, у вас загрузится автоматически руда, если у вас вдруг ее нету на карте. А, спидхак, это получается скорость вашего персонажа. И играете, это прыжок, высота прыжка. Или гравитация просто. Скорее всего, гравитация. Ну, давайте посмотрим. А, это притяжение к земле получается. Как видите, сейчас прыжок довольно маленький. Делаем меньше значения. И прыжок уже становится реально, как в космосе. Прикольная, кстати, штука. Если хотите, можете ее включать, пользоваться. В принципе, на этом все. Буду заканчивать. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Потому что там скрипт получить вы можете очень просто. Также не забывайте кликать на рекламу. На этом я заканчиваю. Всем удачи. И пока.